Как вы знаете, в рамках проекта «Умный город» сейчас на нескольких перекрестках города установлен аппаратно-программный комплекс, который фиксирует правонарушения правил дорожного движения. Эти комплексы установлены в четырех перекрестках. На перечтении улиц Ибраимова и Фрунзе, на перечтении улиц Советского и Горького, Советского Ахунбаева и Советского Магистраль Токумбаева. И они фиксируют пять видов правонарушений правил дорожного движения. Это выезд за сот-линию, проезд на красный свет, на красный свет сифтофора, нарушение разметки дороги, то есть это выезд на другую полосу, также скоростной режим и неправильная парковка. Неправильная парковка у нас стоит на пересечении Советского и Горького. Сейчас, в данное время, у нас все эти комплексы зафиксировали общий поток транспорта, принять и обработать. Нами была разработана информационная система, которая позволяет в дальнейшем принимать решения со стороны сотрудников ГОБДД, также и рассылать распечатанные постановления до владельцев автотранспортных средств. Сейчас эта система в разработке и запущена в данное время в тестовом режиме. Интерфейс системы, где мы можем посмотреть по типам нарушений, и тут мы можем увидеть, что большинство нарушений, типов нарушений попадает на выезд в топ-линию. Соответственно, уже начали получать правонарушение проезд на красный свет, нарушение разметки, парковка, скорость. Кстати, еще и у нас встречная полоса есть, также и нарушение знаков. Основной акцент у нас идет на тип нарушений, за стоп-линию. От этих комплексов такого рода информацию, то есть комплекс отправляет к нам госномер, дата нарушения, тип нарушения, страна и участок. Давайте посмотрим любой из них. При нажатии на кнопку «Обработать» мы можем посмотреть детали этого правонарушения. Мы видим данные о собственнике ТС, транспортного средства. При нажатии кнопки «Обработать» эта система интегрирована с другими системами и, соответственно, получает данные с других систем. Это так называемый единый государственный реестр населения. То есть данные о собственнике, данные о правонарушении. То есть по номеру мы можем получить с другой системы марку, модель, цвет автомашины, место нарушения, тип нарушения и, соответственно, сумма штрафа. Эти события сопровождаются вот с такой доказательной базой, то есть это фотографии. Если посмотреть последовательно, мы можем увидеть, как и в каком месте этот водитель нарушил. То есть мы видим, что водитель был вот здесь. И на красный сигнал светофора он оказался уже вот здесь, как вы видите. Это как бы фото с близкого расстояния приближенное. Это чуть обзорное. Также мы можем посмотреть это авто с заднего фона. Соответственно, номер отдельно фотографируется и так далее. И вот такой фотоколлаж у нас появляется. Это доказательная база. На основании этих данных сотрудники ГОБДД будут подтверждать факт нарушения, либо отказывать. То есть отменить постановление или сформировать постановление. Сформировать постановление это означает, что они согласны с этой доказательной базой и, соответственно, они подтверждают факт нарушения. Если мы нажмем сформировать постановление, мы увидим вот такого рода уже сгенеренную форму постановления. Тут мы можем увидеть те же данные, сведения владельца ТС, сведения о правонарушении, то есть дата, время, место нарушения, тип нарушения, краткая информация о транспортном средстве и размер штрафа. Соответственно, она сопровождается также и со статьей админпрактики. Соответственно, также и банковские реквизиты, оплату, тип оплаты, как и каким образом можно оплатить, и контактные данные. Примерно в тестовом режиме эта система будет месяц, пока мы не завершим все другие поставлены задачи.